денис приветствую тебя привет всем наша традиционная встреча для четверган традиционно обсуждаем рынки с точки зрения технического анализа фундаментального периодически смотрим еще на рыночный сантимент а сегодня кстати если ты не против можем затронуть золото и там очень хорошие сейчас показатели по сантименту тоже как еще один аргумент в принятии решения о том что нужно делать с рынка драгоценных металлов прямо сейчас но если вспомнить опять же наши с тобой прошлые рекомендации мы с тобой в тандеме говорили о потенциале слабости доллара и очень хорошем спросе который уже тогда проявлялся в отношении риска но была идея что этот спрос может вырасти значительнее потому что мы с тобой ждали отчет по инфляции на этой неделе и он как раз и выступил тем самым катализатором триггером для агрессивных распродаж доллара поэтому сделки себя частично отработали учитывая что тенденции мощные сейчас по росту риска и слабости индекса доллара я думаю что в ближайшей торговой сессии настроение на рынках не поменяются поэтому мы можем увидеть еще больше развития текущих трендов которые уже начались поэтому здорово что верно определили направление рынка здорово что техника и фундамент не подвели и надеемся друзья то что вы прислушались к нашим рекомендациям и контролируя конечно же риски открыли соответствующие позиции и на этом заработали и нет я сегодня предлагаю обсудить ситуацию с европейской валюты опять же как эталон рынка форекс скажем так против доллара можем затронуть рынок драгоценных металлов кулуарно мы с тобой еще коснулись темы что стартует сезон квартальных отчетов завтра отчитываются банки как раз будет интересно посмотреть как обстоят дела с американским банковским сектором кому интересно можете друзья покопаться в отчетах которые будут представлены в показателях достаточности ликвидности и так далее но в целом конечно же этот сезон квартальных отчетов может задать совершенно другой тренд на американской фонде и ну поговорим собственно ближе к делу если у тебя есть рекомендации по снп опять же есть что сказать денис я думаю что все будут конечно же крайне благодарны за это я с твоего позволения сегодня остановлюсь на паре евро доллар на золоте и ну пару слов скажу про индекс доллара еще а ты тогда от себя еще фанду хорошо конечно спасибо тогда давай демонстрация экрана у меня как раз цены с доллара начнем так ну что вчерашний день это день инфляции в сша событие которое изначально было воспринято трейдерами как мощный катализатор для движения финансовых рынков и этот отчет полностью оправдал ожидания эксперта потому что мы увидели вчера мощное ослабление доллара доллар это как бы тот актив который нужно смотреть потому что это источник движения для большинства финансовых инструментов 101 17 буквально пару слов про индекс доллара 101 17 текущей котировки снижение продолжается и рассчитывая на то что все-таки вернемся мы в русло вот этого нисходящего канала и будем наблюдать за слабостью доллара и дальше по поводу вчерашней статистики по инфляции что мы увидели на снижение основного показателя индекса потребительских цен 6 процентов до 5 процентов и на мой взгляд я конечно же могу ошибаться не претендую на истину первой инстанции но я считаю что снижение инфляции это еще одно доказательство устойчивости вот этого тренда который есть фиксируется показатель индекса потребительских цен и доказывает то что фидрезерву но не стоит больше как бы лезть на рожон зачем он снова повышать процентную ставку когда и так вроде бы как все нормально в текущих условиях вот это выжидательная позиция прям транслируя на своих брифингах вот идея о том что будь я был ответственен за эти решения я бы ее оставил на прежнем уровне ну конечно же я не ответственен за эти решения темой занимается пау вместе со своей свитой голосующих членов но я думаю что даже повышение ставки на 25 байсных пунктов в текущих условиях это все равно решение которое несет куда больше рисков потому что никто не знает как отреагирует на это повышение рынка облигаций как изменится предпочтение потребителей в отношении того стоит ли вообще деньги нести в банки на депозит или лучше на прямую покупать облигации ну я опять же со своей стороны всегда говорил что я бы в текущих условиях вообще бы не понес деньги в американские банки а инвестировал в казначейские облигации тем более что там по десятилеткам доходность даже чуть повыше чем во многих коммерческих банках сша а учитывая что фрс как я уже отметил может взять паузу я топлю за идею слабости индекса доллара и жду соответственно этот актив в районе 100 пунктов но и разумеется зеркально у нас пара евро доллар здесь тоже комментарии как на секундочку наверное излишне мы протестировали психологическое сопротивление 1 10 как раз на него мы с тобой смотрели в прошлый раз что дальше хороший вопрос все сейчас задаются им стоит ли держать там до уровня 1 12 я видел цели 1 14 1 15 либо уже стоит фиксироваться и разумеется благодарить рынок за то что он дал возможность заработать но на этот вопрос я не отвечу друзья если вы довольны тем профитом и той прибыли которую получили и считаете что прежде чем рынок может быть и разовет дальнейшее восходящее движение да лучше фиксироваться конечно же чтобы потом не видеть никого кроме как себя за результаты не вовремя и неправильно принятого торгового решения но я наверное озвучу точку зрения с точки с позиции фундаментального фона будет ли евро расти при текущей слабости доллара да есть очень хороший потенциал для сохранения этой восходящей динамики вот смотрю еще на рыночный сантимент сейчас по паре евро доллар денис тоже может тебе интересно будет 82 процента трейдеров сейчас евро шарти то есть это не просто знаешь какие-то красивые экстремальные цифры это прям на моей памяти один из самых серьезных перекосов между покупателями продавцами которые вообще наблюдался и при том что это даже не толпа практически все трейдеры сейчас в коротких позициях думаю что вот-вот пойдет коррекция правило сигнал того что евро может легко выстрелить еще на фигуру вверх и достичь новых локальных максимумов купе слабым долларом стремлением европейского центрального банка дальше повышать процентную ставку я за длинные позиции даже без коррекции ты знаешь и со целями 111 12 так и что касается рынка драгоценных металлов тоже здесь сделаю акцент на рыночный сантимент сейчас 65 процентов трейдеров золото шарти то золото переписывать локальный максимум 2022 доллара за тройскую сумму моменте моя цель 2040 2050 прям беру по-крупному смотрю с масштабом с размахом и считаю что текущих условиях у золота прям открыт пульс вверх который в конечном счете может быть реализован в этом восходящем движении так ну на этом слово тебе передаю хорошо сейчас отлично экранчик должен быть введен значит по большому счету ничего по евро не менялась сейчас момента нашего предыдущего обзора свои покупки уже благополучно закрыл я не стал дожидаться верхней зоны там были некоторые сомнения добьют не добьют после того как протестировали уровень 110 вот но в целом я думаю что по идее добить туда могут сейчас вот объясню несколько вот таких ключевых моментов на которые нужно больше всего обращать внимание значит во первых у нас при восходящем движении сейчас учетка мы видим удерживающиеся каждый раз минимум и повышающиеся и при этом также повышаются максимум то есть классическое трендовое движение единственно что с перехлёстом друг за другом при таких комбинациях как правило цена еще продолжает свой рост до наступления кульминации кульминации сопровождается в основном какими-то повышенными крупными объемами с реакцией в обратную сторону при этом очень часто кумулятива вот при росте в момент кульминации резко взлетает вверх то есть срабатывает по аскам таким образом активируются с лимитом вот я слышал по поводу ты говорил там сантименты и так далее но я скажу честно я сантимент никак в данном случае не использую потому что это сделки тех участников рынка которые не достигают реального стакана ордеров поэтому по большому счету вряд ли рынок вообще как-то на это отреагирует но здесь есть нюанс в другом а дело в том что по опционам то есть те которые именно реально банковские опционы которыми хеджируются крупные рыночные участники вот они как раз начинаются в районе 1 10 50 то есть вот здесь сначала опционной причем блочной конструкции опционной зоны и на самый сильный диапазон в районе примерно 1 10 50 там плюс-минус а если взять технический уровень если взять отдельно опционное вливание то я бы выделил такую зону 1 10 35 1 10 75 я считаю что да цена действительно имеется шансы добить до этой зоны и затем уже то есть вот добивает и затем уже пойти в коррекцию для коррекции чистенькая зона покупателя у нас сформирована также в ней есть на контрактный депок вот здесь раскинуть сейчас вот весь профиль накопление контракта то мы четко увидим что он попадает именно в этот диапазон поэтому однозначно в дальнейшем при даже коррекционном снижении отсюда реакция будет я не могу пока сказать насколько сильная она будет но какой-то внутренний отскок все равно в любом случае дадут поэтому до локально сейчас вверх будут добивать при этом мы четко видим что цена сейчас фактически стоит на месте как маленькая маленькую проторговку делать при этом кумулятива уже падает вниз и ниже предыдущих значений при этом цена вниз реакцию никакую не дает это признак того что здесь идет набор еще байлимитами и то есть частичная фиксация покупок происходит и частичный набор байлимитами так как реакции вниз нету но так что при таких комбинациях обычно делается перехай то есть движение вверх у нас доминирующая пока что продавать однозначно рада то есть я бы не советовал особенно пока хотя бы сложно не пробьют вот этот уровень там на 1 1050 как минимум то есть пока вот это пробоя уровня не было то я вообще не понимаю на чем смотреть здесь продажи абсолютно не понимаю поэтому лучше пока что подождать по индексу доллара с момент прошлого обзора у меня вот график как был таки остался то есть я точно также оценивать движение вниз на обновление этого уровня 100.60 было максимально логичным как далеко вниз пойдет пока не готов говорить потому что внизу там огромное количество есть уровне то есть фактически каждая локальная проторговка каждый локальный экстремум это и есть потенциальный уровень поддержки поэтому как далеко будет идти вниз какими зигзагообразными движениями здесь заранее сказать невозможно просто четко видно что на обновление предыдущего минимума который был сформирован еще 2 февраля текущего года цена здесь да спустится следовательно и евро на перехай выше тоже с огромной долей вероятности обязательно сходит к тому же здесь еще просматривал у нас есть по опционам очень классные хеджи один из них попадает внутрь этой зоны вторые вот чуть чуть ниже то есть до зоны которая еще в понедельник была сформирована в общем по опционам очень классно хеджирует здесь минимумы при этом максимум крайне невыгодно будет крупняку выше 1 10 50 то есть там уже конечно держатель этой конструкции будут в убытках но я не думаю что до экспирации сильно туда прям цену загонят а экспирация там аж шестого точнее девятого июня то есть время там тоже еще предостаточно по поводу золота по золоту меня не никак не менялось помнишь мы как раз его недавно с тобой анализировали что золото врос на тест исторических максимумов исторический максимум у нас находится 2070 2075 здесь также начинается официальная конструкция поэтому отскок локально произошел от прошлой конструкции здесь причем и кстати множественно было количество четко увидели на падение вниз тест зоны покупателей вот зону покупателей прям идеально протестировали с половинкой с 1 2 маржиналки сделал реакцию вверх вчера на тесте вниз тоже была сформирована зона покупателей здесь также еще по футпринту прям четко видно как красиво и вверху зафиксировали далее реакцию и потом после этого на часовом графике очень хорошо видно и внизу вот четко накопили по центру то есть момент от этих порталков нет вот ничего не было поэтому здесь принял решение не успел войти вот прям по уровням объема не были на уровне 2003 поэтому чуть-чуть выше на 2005 успел скачать и здесь здесь я буду сопровождать данную позицию вверх я ну не вижу пока причин для ее фиксации пускай себя спокойно отрастает там по кусочкам частично уже конечно же буду фиксировать там в районе 2030 но остальное хотелось бы попытаться на 2070 вытянуть если не будет там каких-нибудь опять ложных пробоев или глубоких коррекций вниз поэтому по золоту приоритетно у меня вверх направление что касается индекса S&P 500 вот здесь вот самая пожалуй неоднозначная картина дело в том что сезон отчетности стартовал уже и вот отчитываются сейчас будут точнее отчитываться крупные банки то есть JP Morgan Citigroup Wells Fargo и по ним ожидается снижение выручки дело в том что прибыли точнее дело в том что сейчас просто огромный отток там я смотрел буквально на сегодня цифры там в районе пятьсот шестьдесят миллиардов долларов было выведено с банковских депозитов вот и следовательно то есть эти деньги нужно куда-то пристроить то есть их частично пристраивали в денежные фонды пристраивали также на фондовый рынок поэтому вот эту поддержку некоторые компании все же получили особенно входящим индекс S&P 500 вот но в целом я думаю что ситуация абсолютно то есть этот сезон отчетности станет одним из самых слабых с момента ковида то есть двадцатого года то логичнее всего было бы здесь увидеть то есть я считаю что логичнее всего было бы добить в район 4 200 то есть на тот максимум который был сформирован потому что в целом у нас вот по S&P 500 такая затяжная флэтовая конструкция у нас формируется при этом то есть нет четкой направленности его фактически от границы до границы постоянно кидает этот индекс вот цифры да понятно что цифры могут и подрисовать некоторые там чуть преувеличить этим очень любят грешить на острит касательно откуда покупать ну с текущих как по мне с учетом того что сейчас по всем абсолютно фронтам падает выручка ну мне крайне не нравится вот прям абсолютно поэтому либо если сделают увеличение коррекции то с этой зоны покупать но основная цель где-то все равно находится чуть выше 4 200 вот отсюда уже я считаю будут делать возврат вниз как раз вот в эту зонку вращения то есть в районе 4050 с уровня 4 там может 220 или плюс минус потому что опционов там хорошо залили вверху вот по премиум районе 4270 и внизу но внизу здесь в районе 4000 и 3900 то есть диапазон тоже очень активно заливается вот фактически хитвероват границы сейчас происходит границ потому что явно видно что и профессиональные рыночные участники тоже не совсем понимают что будет индекс а вообще какую сторону будет шарахаться или вверх или вниз на этом что все равно направленного движения у нас не будет здесь вот просто не будет объемов тоже особо крупных сейчас нет поэтому я лично за тобой вот выше 4 200 а потом новый сброс такой примерно как был сделан еще в феврале месяце такой хороший сброс вниз так что такая вот картина в общем следим за отчетностями я думаю это будут очень с двадцатого года очень тяжелый сезон отчетности да это я согласен с тобой ну что тогда обсудим уже первые результаты квартальных отчетов на следующей неделе в следующий четверг я думаю что там и в плане фундамента помимо отчетов тоже будет о чем поговорить точнее я в этом абсолютно уверен следим за тенденциями трендами как видим точнее как мы с денисом уже обозначили мы полны уверенности в том что те тренды которые уже сформировались они будут только набирать силу поэтому желаем всем профильного трейда хорошей торговли денис тебе большое спасибо как всегда что нашел время подключился обсудил разобрал рынки как положено хорошего закрытия неделя и хороших выходных спасибо сказать что сказать как всегда молодцы и и хочется еще также отдельно поздравить всех с наступающими светлыми праздниками пасхи вот неделю назад гуляли жители западных стран грики сейчас уже наша народная православная поэтому всех с наступающими праздниками от наступающие праздники отлично отдохнуть и на следующей недельке тогда продолжим а я думаю что наш анализ как раз принесет хорошую прибыль нам на эти праздники результатами поделимся уже на следующем брифинге спасибо тебе пока пока пока